Жух! Привет, друзья! Подписчики мои! Ну что ж, остается у нас всего два волчка, у нас остается либо Роктавор, либо Валькирия. Валькирия или Роктавор. Друзья мои, вот такая вот мудрая мысль при чём ролика, знаешь, пришла ко мне. Аааа... Никто круче? Аааа... Кто... То есть, ну, есть ли среди нас вас те, кто считает, что Роктавор, ну, Иронтаро, соответственно, должен занимать лидирующее место в бейблейдинге? Ну, то есть, вот, главным быть бейблейдом. Вот есть такие люди или всё-таки нет? Потому что, ну, Вальтовой вообще достойный персонаж. Ну, понятно, что в мультике его показывают максимально крутым чуваком. Он классный, он дружище, он товарищ, он бро. Ну вот, ааа... Так ли он хорош? И так ли плохо Ронтаро? Потому что Ронтаро, по сути... Я уже поднимал эту тему. Ну, просто сейчас новенькие на канал подписались, может, что не слышал, да и забыли уже. Может быть, подросли, посмотрели и как-то ваше мнение поменялось. Ну, короче, Ронтаро, он же, по сути, выиграл-то всего пару битв. Один раз он выиграл у Вальта, а ой, там, в первых сериях, потому что так надо было по сюжету. И потом где-то он там что-то ещё выиграл, но какой-то мелкий бой. То есть, он ни разу ни до финала никуда не доходил. Хотя, по факту, в реале у него Волчок один из самых сильнейших. Вот вопрос. Почему вся слава Вальту достается? Как-то... Вот есть у вас какой-то такой диссонанс? Ну, чего? Где купить такое многое другое? Если вы ещё не знаете, я вам сейчас это и расскажу. Ну, а купить такое многое другое вы можете на сайте магазина Parallelsky.ru. На Вайлберисе, ребята, там полно всего и Бэйблейды, и разные Хаги-Ваги, и игрушки, и Бравл Старс. Ребята, ссылочку оставлю у вас в описании, и там бесплатная доставка. Прямо сейчас переходи, добавляй к себе в картину, картину, в корзину и кайфуй. Ребята, сайт вот такой, годный, проверенный. Сам там постоянно всё заказываю для обзоров. Реально полно всего. Ещё раз, и Бэйблейды, и Амонкасы. Куча всего. Ребята, ссылочка в описании, переходи. Но для тех, кому мало Вайлбериса, то я вам расскажу. Вы меня спросите, я вам всё расскажу. Ой, ребят, есть магазин ещё на Азоне. Кому как удобнее. Вайлберис, Азон, то же самое, ребята. Те же товары. Посмотрите, много всего. И Бэйблейды, и игрушки, и браслеты, и поп-ит, антистресс. Куча вообще всего. Реально там, ну, полно. Посмотрите, реально. Бэйблейды вон там, Такара Томи, поп-иты, поп-ырки. Чё там только нет? Хаги-ваги. Переходи. Ссылочки все оставили в описании к этому ролику. Магазин надёжный, проверенный. Переходи, посмотри. Для себя в подарок. Ссылочки в описании к этому ролику. Поэтому, надеюсь, вы уже заказали себе что-нибудь. Ну, давайте посмотрим. Орёл или Решка, Вальт или Рантара. Ну, давай. Какой выбрали бы вы? Левый или правый? Правый или левый? Они вроде одинаковые. Ну, давай вот этот посмотрим. Ладно. И узнаем, кто здесь. Чай. Ааа, Чайн Кирбеус. Так я правильно называю его Чайном. Хаа, я тут думал неправильно, а оказалось. Так, наклейки я убираю, не смотрю. Вот они, я не смотрел. Так, три детали. Давай начнём. Во, вот тут норм, драйвер лежит. Хорошо, удобно. Ой. Ну вот, ну вот это, вот это вот такое. Ну, типа, спасибо, ну, как-то так, знаешь, к этому я отношусь. Ну, драйвер, драйвер. Вот он тут такой есть, и вот он. Не, не супер я такой драйвер хотел. Ну, ладно, возможно, тут будет диск потрясающий. О, кстати, диск-то от Фафнирчика, который из ямы, леди сен-джентльмес. А, подожди, Фафнира, это вот этот, по-моему, Фафниржевский, да? Вот эта вот фигнюшка. Или нет? Вот этот вот золотой. Это же... А, не от Фафнира, это от чего-то другого. А от чего такой ловер? А, это богомут. Это богомут левосторонний. Всё. Ну, вот, кстати, тут какой-то слабоватый комплект. Честно признаться, я... Что же это за волчок-то будет? Ага, Ронтара. Ну, не знаю, друзья-товарищи. Значит, а... О, кстати, первый раз вижу Ронтара отдельно. О, слушай. А вот эти-то все шевелятся у чайна слой. Я даже не знал об этом. Слушай, классный слой. Слушай, этот синий-голубой, я вообще считаю, это даже похоже чем-то на Парк Тавора. Как вы думаете? Мне кажется, хорошо выглядит. Довольно весьма любопытно. Как вы думаете? Так, наклейки. Наклейки. Ну, а что вы хотели? Наклейки от наклейки Парк Тавора. Верхушка-то отчаянная, поэтому... Ну, вот такой. Слушай, не, ну, хорош, хорош. Нормально, нормально, нормально. Я прям вообще кайфу. Не-не-не, ну, отличный Бэй. Вот прям хорошо. Он выглядит прям мощно сделан. Прям крутой. Синий классный. Вау! Бэйблейд-убёрсту! Бэйблейд-убёрсту! А прикиньте, я бы вот обзоры делал... О, пошел, пошел. Пошел, пошел в битву. Все, будем наклейки клеить. Наклеечка Роктавор идет на драйвер. Ну, и вот здесь, вот сверху. Тут немножко, вот тут немножко. Немножко. Надо будет, может, собрать Роктавора. Мы же можем, получается, Роктавора собрать с этого сета. Попробовать или не попробовать? Слушай, коротенькие у нас получаются тесты. С другой стороны, зато мы тестируем все волчки, каждый скажет, почему нет. Да, тест коротенький. Ну, слушай, конечно, хочется мне поснимать по баттле с другими рандомными волчками, но пока их нет, сделаю все, что могу, баттлю тем, что есть. Ахиллес и там еще какая-то была новинка в пути, так что все поснимаем. Давай, 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 сразу спригана, потому что, а что бы и нет, давай как бы. Опа! Опа! Друзья, кстати, вопрос такой. А вам вообще нужен ролик общий про вот рандом-бустер? То, что я там вам расскажу, что туда-сюда, это вот рандом-бустер, такой-сякой. Или мы можем в следующем ролике, допустим, с распаковкой финального волчка, Валькирия у нас осталась, можем в том ролике в конце поговорить? Я не знаю, как вы думаете, вот подумайте. Пожалуйста, и в комментариях напишите. Я как бы, кстати, не против, но надо ли это вам? Без понятия. Как бы, волчки я распакал, показал. Валочки классные, волчки хорошие. О, слушай, победил, кстати, Роктавор. Ха! Это хорошо. Полетели! Убрать шасси! Полетели! Кто знает, откуда фраза, какого фильма, 2008-2008 года, вот напишите мне. Интересно проверить вашу... Я помню, знаете что? Я вот раньше считал, это было 5 назад, что я круто разбираюсь в киносериалах. Реально, я знал всех актеров, год выпуска, кто озвучивает в России и так далее. И я вот на кинопоиске была такая фишка, мулька такая, приколюшка, что можно было угадать фильм по кадру. Блин! И там столько всякого, вот реально, такие кадры, которые типа, ну блин, каких-то фильмов, есть пара кадров из популярных фильмов, а есть кадры там, знаешь, 95-го года какой-то, сериал непонятный, никому не нужный, вот есть там такие кадры. А я такой думаю, блин, я вроде нормально смотрел всего, и неужели я вот не могу догадаться? Нет, не могу, вот там есть такая подстава, вот. А там вроде надо было какую-то пирамиду пройти, найти до конца, а сейчас там какой-то приз, я не знаю. Но, короче, эээ, все это... И там считается 15 секунд, а фишка в том, что вы даже не можете как узнать, откуда этот фильм, потому что кадр-то ты же не можешь, как бы, выложить на форум, подождать неделю, и тебе ответят, как бы, да? Вот, нет, надо все быстро, но мне почему-то скажут, что там все-таки у них количество кадров ограничено. Если посидеть там, подумать недельку, то будут повторяться картинки, вот. Погнали, ла, финале, бой, на сегодня, today is the finale beauty. Как вообще вам рандом-бустеры? Ребята, в комментариях напишите, лично мне очень понравилось, я считаю одним из лучших рандом-бустеров, и, ну, прикольно, прикольно, прям хорошо, и вот все классно. Думаю, да, наверное, я запишу все-таки видео про то, как я говорю все, что я думаю. А что я делаю? Подожди, а почему у меня вообще сражается рактавор с рактавором? Как так получилось? У нас же вроде сегодня тест другого волчка. Вот этого синенького рактавора. Вот. Бум-бум-бум. Надеюсь, да, я думаю, что что-то я для вас запишу, посмотрим, поиграем по баттле. И вот такое у нас сегодня было видео. Подписка, ставьте лайки, всем пока-пока.